За те несколько дней, что оставались до наступления нового года после финала акции «Исполни видную мечту» в торгово-развлекательном центре «Вегас», члены молодежного совета при главе Ленинского района спешили поздравить каждого, кто отправил письмо Деду Морозу со своим пожеланием. Дети совместно с родителями рисовали рисунки. Там им не обязательно было писать, они просто рисовали рисунок того предмета, который они хотели бы получить. Так в Суханове обладателем подарка стал 7-летний Максим, который очень хотел получить из рук доброго волшебника интерактивную игрушку. Да, он будет играть, потому что она пищит, она двигается, он любит такие вещи, ему будет интересно. Спасибо. У Александры помимо Максима еще двое детей. Несмотря на все трудности, они живут дружной семьей, а старшая дочь старается по мере возможностей помогать своей маме. Тем более ценно внимание со стороны. Такие дети не нуждаются, потому что чаще всего родители, они стремятся за какие-то финансы лечить своих детей в течение года. И на Новый год хочется что-то. И в течение года тоже надо дарить таким детям больше добра. И естественно у людей, чтобы сердца были более мягкие, любящие, жертвенные люди, чтобы тоже становились в нашей стране. Следующая остановка Деда Мороза со Снегурочкой – дом Галины Скрябиной, где новогодний подарок ждала ее дочь Маша. Сейчас еще что-то я принес. Забыл, забыл. А, можно. Есть Снегурочка, живая, больше понравилась. Держи. Все, спасибо. После поздравлений и вручения подарков Маша захотела сфотографироваться. Девочка очень общительная и, по словам мамы, всегда чувствует доброе отношение других людей к себе. Я ее очень люблю. У нас есть друзья, мы с дружим, приходят детишки. То есть она играет, но любит, конечно, взрослый коллектив.